За прошлую неделю на мировом финансовом рынке существенных событий не произошло. В России из-за праздников рынки торговались неактивно при низкой ликвидности. Однако нужно признать, что инвесторы уже не в первый раз сильно реагируют на события в Китае. Отрицательная сальдо торгового баланса подсягнула инвесторов к тому, что ожидания по снижению темпов роста экономики усилились. Это стало причиной снижения котировок акции по всему миру. Рубль проиграл доллару 50 копеек и укрепился на уровне 29 рублей 60 копеек. Котировки нефти по-прежнему высоки – 125 долларов за баррель. С другой стороны, в конце недели вновь греческие события дали повод для возвращения цен на акции на прежний уровень. Добровольное согласие кредиторов о списании части внешнего долга превысило 80%. Этого более чем достаточно для принятия решения. Кроме того, ожидаемое количество смягчения в США не дает повода для сильной коррекции. В последнее время складывается ощущение, что инвесторы более активно стали реагировать на отрицательные события, чем на положительные. На этой неделе все будет зависеть от экономических данных США и мер ФРС, по экономическому стимулированию. Быки, подогреваемые влиянием новых денег в экономику, по-прежнему продолжают выигрывать вечную битву медведей.